Всем привет! Сегодня я продолжу рассказывать о своем любимом деле. Это видеосъемка и продажа видео через интернет, через видеостоки. Я хочу поговорить со специалистом в сфере видео и в сфере видеостоков с Сергеем Патийко. Сергей, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своей работе, увлечениях и как давно ты занимаешься видеостоками. Добрый день, Андрей! Рад, что вы мне пригласили в свой видеоблог. Немного обо мне. Как вы уже сказали, меня зовут Сергей. Я занимаюсь фото-видео уже больше 8-9 лет. До этого я занимался и компьютерами продавал, зерно продавал и вообще по образованию я металлург. Видеостоками я занимаюсь больше 2,5-3 лет. Спасибо! Расскажи, пожалуйста, о видеостоках в целом. Что это такое, для чего? Ну, пару плюсов, может быть, минусов. Фотобанки – это банк-посредник, который находится в интернете. Он соединяет тех людей, которые производят контент, это фото или видео, и тех людей, которые пользуются этим контентом в своих передачах, блогах, документальных фильмах. Часто бывает так, что человеку для того, чтобы иллюстрировать тот или иной сюжет, нужны какие-то детали, кадры, люди, на которых у него, может быть, нет времени и финансов нанять оператора, чтобы это снять. Он идет на фотобанк и ищет то, что максимально соответствует его запросу и покупает. И по факту это экономит ему и время, и финансы. Для поставщиков, чем больше в твоем портфолио находятся роликов, чем более они разнообразны, даже если они сняты на одну тему, но они сняты разнообразнее, они не дублируют друг друга, тем больше шанс того, что именно ваши работы выберут из большого количества файлов, предложенных покупателям, и тем шанс заработать. Есть небольшая сложность в фотобанках в том, что первое время, когда вы начинаете наполнять свое портфолио, то продажи случаются крайне редко. И здесь важно преодолеть этот рубеж, когда у вас заработок в месяц еще не превышает 100 долларов в месяц. Это очень тяжело, потому что мотивация крайне слабая. Ты веришь в тот заработок, который будет вот когда-то. И это вот такой вот достаточно трудный шажочек, который, насколько мне известно, по статистике мало кто преодолевает. Сергей, как началось твое знакомство с видеостоками и с какого сайта ты начал? Мое знакомство с фотобанками началось со знакомства не с фотобанками как таковыми, а с людьми, которые занимаются этими фотобанками. И эти же два человека, два примера их деятельности, для меня были достаточно ключевыми и значимыми. Первый пример – это человек, семейная пара, которая ездит по всему миру, они снимают фотографии, это рассветы, закаты, очень правильное время, все четенько технически, но это по всему миру. Они занимаются только этим, они едут в путешествия, снимают, приезжают, заливают и снова уезжают. На деньги, которые они зарабатывают, они путешествуют. Второй человек – это, скажем, почти случайная встреча, мы были на одном фестивале, разговорились про фотобанки и когда человек сказал, что он зарабатывает 1000 долларов в месяц, для меня было сначала такое достаточно большое неприятие, как это, честно, он врет. Но потом я понял, что он таки не врет, и это достаточно реально. Понятно, что это не за полгода, не за год, но это очень реальные цифры, и это очень доступно, я думаю, практически каждому фотографу и видеографу. Следующий вопрос, какой сайт видеостоков твой любимый? Моим первым фотобанком, с которым я познакомился, с которым начал деятельность, это фотобанк Фатолия. Чем он был для меня привлекательным? Первым тем, что он не требовал экзамен, которого, честно, я боялся, потому что экзамен, это со школы все знают, это что-то страшное. Как оказалось, что даже на Шатерстоке экзамены я прошел с первого раза, и вообще не больно. Из любимых фотобанков для меня являются сейчас, это два фотобанка, Шатерсток и Понт 5. Понт 5 по фото, я немножко еще фотогружу, он практически ничего не продает, но очень крайне редко. Но по видео он иногда догоняет, иногда перегоняет монстра в Шатерсток. Из немного смешного общения с фотобанками, я начинал с Фатолии, и я по глупости ключевые слова писал на русском языке. Это была достаточно оптимистическая вера в то, что русскоязычные покупатели составляют хотя бы треть покупателей во всем мире. Спасибо, Сергей. Расскажи, сколько времени прошло с того момента, как ты зарегистрировался на видеостоке и до получения первых денег? Со времени моей первой регистрации на фотобанке прошло, я думаю, что уже, наверное, около трех лет. Изначально я загрузил туда какое-то количество фотографий, это был с Фатолия, он не требовал никаких экзаменов. Фотки лежали, лежали, то есть, на мой взгляд, они были хороши, инспекторы думали совсем по-другому. Ну, наверное, две трети моих фотографий, они сказали, что, ну, наверное, давай в следующий раз, там, нерезко, еще что-то. Вот, ну, несколько меня обескуражило. Вот, ну, тем не менее, какое-то количество у меня уже было, и приходили письма о том, что у меня что-то, как я понял, уже потом продалось. Вот, и на карте Шаттерстока одиноко гуляла одна фотография, не понял вообще, что это такое и зачем. Вот, сейчас я понимаю, когда я вижу калейдоскоп фотографий и видео, что это те страны, в которых продались мои фото- или видеоработы. Со временем я принял себе за правило хотя бы раз в день выкладывать одну-две фотографии или же видео. Это достаточно себя мотивирует и создает стабильность в наполнении портфолио. Позже я приобрел себе подписку на программу StockSubmitter. Она позволяет 250 файлов грузить и субмитить на все банки, которые ты зарегистрирован. Поэтому я стремлюсь сейчас уже хотя бы к 200-250 файлов в месяц. Расскажи про свое отношение к цену образования на ролике, на тех стоках, где мы сами назначаем цену за свою работу. Поскольку на многих видеостоках стоимость уже предопределена самим сайтом, есть стоки, на которых мы назначаем цену сами. И некоторые ставят минимально допустимую цену, некоторые высокую стоимость. И, соответственно, у всех мнений на этот счет разные. Вот, Сергей, хотелось бы услышать твое мнение. Таких банков я знаю как минимум два. Это Revo Stock и Pond5. На Pond5 я делаю достаточно просто. Просто в программе StockSubmitter есть такая галочка для инспектора, что он может сам установить мне рекомендуемую цену. Причем здесь человеческий фактор достаточно силен. Я не очень понимаю их логики. Но иногда они оставляют 10 долларов, при том, что у меня забито 20. А иногда они ставят 35-40. Как я делаю самостоятельно? Обычно я ставлю, если видео с релизом, то я ставлю минимум 20 долларов. Если это детали, то это 10 долларов. А если это видео один раз или два раза продалось, то я ставлю цену примерно в два раза дороже. Ну или на 5 долларов, на 5-10 долларов дороже. И если оно снова продается, я снова поднимаю цену. Это что касается Pond5. На Ревостоке у меня стоит цена везде одинаковая. Я ставлю тех соображений, что за это же видео на Шаттерстоке я получу до 20-25 долларов. Поэтому моя цена 40-45 долларов за Full HD на Ревостоке. Спасибо, Сергей. А каким оборудованием, какими камерами, светом, штативами ты пользуешься при съемках? К продаже видео на фотобанках я пришел, уже снимая на фотоаппараты. Это Canon 5D Mark II и с элевскими объективами. Большинство моих видео сняты на объектив 135-2.0 и чуть позже я купил макро 100-2.8 со стабом. На мой взгляд, они любую деталь делают нереально крутой, почти вне зависимости от фона. Они очень-очень-очень красиво рисуют и эти детали чаще всего пользуются спросом. Штативы и система... Штативы как систему я выбрал Manfrota. Площадки взаимозаменяемые. Это и моноплод, и штатив, и стадикам, и рельса. Я могу снять, не откручивая площадки, не теряя на это время. Я думаю, что как и ты, Андрей, мы все занимаемся свадьбами, и время на смену площадки у нас просто нет. Сергей, спасибо. Сергей, я видел видеоклип с использованием твоих футажей. Это видеоклип, он полностью состоит из видеофутажей, купленных на видеостоках. И там присутствуют именно твои футажи в том числе. Расскажи, пожалуйста, какие футажи твои, и как ты увидел это видео, что там именно твои футажи используются. Потому что обычно же мы не знаем, в каких проектах используются наши видео. Музыкальный клип американского исполнителя с использованием моих двух футажей мне прислал мой коллега. Я был достаточно удивлен, тем более, что первый из моих клипов, который я там использовала, это моя жена, которая точно помню, на видео там не было мужика, который вылазит из-за дерева. Он меня несколько испугал. Потом я понял, что этот мужик везде, если кто не видел этот ролик, то американский исполнитель использовал футажи, накупленные на фотобанках, и везде себя повставлял. Смотрится достаточно смешно. Больше примеров использования моих видео я не встречал и не видел. Хотя я бы с удовольствием посмотрел, где они используются. Следующий вопрос по модулу релизам. Как ты объясняешь моделям, что это такое, для чего это, если съемка не специальная, постановочная для видеоустоков, а коммерческий проект? По модельным релизам часто вопрос такой, достаточно непростой. Естественно, если я снимаю для друзей и знакомых, то это бартер с моей стороны, и видео или фото для них. Если это коммерческие проекты, то я чаще всего использую детали, и не заморачиваюсь вообще модельными релизами, в том плане, что они не нужны, их не требуют. Иногда, если мы очень хорошо сработали с молодоженами, то ли с ребятами, которые мы где-либо снимали в рекламном ролике, то можно на дружеских отношениях сказать, что сказать и предложить ребятам скидку в обмен на то, что они подпишут модельные релизы, которые позволят мне использовать их видео и несколько компенсировать ту скидку, которую я дал. Ну, на мой взгляд, достаточно простой вариант. Расскажи, пожалуйста, какие-то интересные случаи, связанные со съемкой для видеоустоков. Смешных случаев, связанных с видеоустоками, как таковых, вот, ну, наверное, и нет, вот, ну, меня всегда удивляет то видео, которое иногда покупают. Для меня это часто бывает смешно. Как я уже упоминал это, мы были с друзьями, наверное, на природе, и червячки, которые копошатся в грязи, мне говорили, что за хрень ты снимаешь, а кому это нужно, и вот кому-то это нужно, это купили. И даже там была небольшая речка, и протекала вода с какими-то там, с листиками, ну, достаточно такая, нечистая. И опустив камеру вниз, я снял поверхность этой воды, и вот эта грязная вода продается. Мне всегда эти вещи просто умиляют. Сергей, спасибо. Самый сложный, наверное, вопрос. Как ты выбираешь тематику и сюжеты для постановочной съемки к видеостокам? Чаще всего я снимаю то, что меня окружает, то, что я снимаю, когда снимаю на праздниках, на рекламных роликах, мы говорим про детали. Если я снимаю что-либо постановочно, то это или часть видеопортретов, которые я тоже с удовольствием снимаю, или вот то, что приходит достаточно спонтанно, и часто я снимаю вещи, которых минимально или почти нет предложений на фотобанках. Это так называемые низкочастотные запросы. Потому как я понимаю, что высокочастотные запросы достаточно сложно пробиться. Это возможно, но это гораздо сложнее, чем по низкочастотным. И требования к качеству к низкочастотным запросам, на мой взгляд, достаточно проще, чем к высокочастотным. Спасибо, Сергей. И теперь финансовый вопрос. Какие видеостоки наиболее прибыльны у тебя? И если не секрет, то это в цифрах, пожалуйста. И в порядке убывания по прибыльности. В программе StockSubmitter, которой я пользуюсь, есть функция статистика. Она выдает, сколько ты заработал в месяц, в неделю, в полгода, три месяца. И с какого банка какой процент? По процентам я могу сказать, что в лидерах у меня однозначно идет Shutterstock, за ним идет Pons 5, а далее делят места между собой, это iStock и Fotolia. Ну и дальше уже другие банки, которые приносят достаточно малый процент. Сергей, огромное спасибо тебе за интересные ответы. Посоветуй, пожалуйста, для наших зрителей, для тех, кто только начинает заниматься видеостоками, или для тех, кто еще не решился этим заняться. Как лучше начать с чего? И основные какие-то твои советы. Из личного опыта я могу сказать, берите и используйте то видео, которое у вас, возможно, уже сейчас лежит на монтаже и отрезайте от 5 и больше секунд. Используйте стабилизаторы, шумодавы, если есть хотя бы минимальный намек на шум. И в дальнейшем снимайте краткометражки, видеопортреты, любые некоммерческие проекты вам могут принести достаточно много сюжетов для вашего портфолио, для ваших фотобанков. И для автоматизации процесса я бы очень рекомендовал программу StockSubmitter, которую я не раз уже упоминал. Чем она хороша? Даже в бесплатной версии она позволяет заливать 33 файла в месяц. Для начала, для начинающих, это более чем достаточно. Заливать и субмитить. Потом вы регистрируетесь, проходите экзамены на других банках, и вы просто добавляете ее в программу и ставите галочку, и те файлики, которые у вас уже готовы, вы заливаете буквально двумя кликами мышки. И я думаю, что занятия фотобанки и достаточно стабильный доход доступны любому человеку, у которого есть фотоаппарат, штатив, и желание снимать и потратить какое-то время на то, чтобы наполнить портфолио и потом уже получать, я бы сказал, достаточно стабильный доход. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok